Поехали, вот так вот ребятки нам приходится заезжать, а тут теперь вишня эта наша любимая, из-за которой манипуляторщики кричат и в принципе их можно понять, что зеркала поотрывают, но если мы вишню оторвем, то на нас могут порчу навести просто. Да, Васильевич? Да, да, да. Мы и так тут уже делом натворили, на нас жалуются. Оп, на люк желательно сильно не наезжать, потому что один раз мы уже ему сделали. А может ты ее сложил? Зеркало может сложил бы? А, оно на наружу складывается. О, потому что по-другому мы никак не проехали. И вот так вот теперь вкручиваемся сюда. Ну что, всем привет, с вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Давайте сразу подпишитесь на канал, жмякните этот гребаный колокольчик и мы начинаем. Вот так вот мы и крутимся. Вот так вот мы и крутимся. Но вы видите, нам сейчас можно здесь крутиться, потому что я специально подугадал такую погоду, когда примерзла вся земля, когда замерз весь участок, когда нету снега, ни льда, ни снега, ничего нету, просто мерзлый грунт. Для того, чтобы закинуть наш кирпичик сейчас и он уже нас будет ждать. Сейчас, конечно, холодно, потому что на улице минус 8. Ну а так ощущается, как минус, наверное, все 15. Холодрыга жуткая, поэтому никакой, конечно, кладкой заниматься не будем, разве что только выгрузим кирпич. А вы видите банда в каком сборе? Васильевич. И у нас новых два сотрудника. Ладно, дальше уже познакомлю вас. Ну, с одним вы знакомы, с новым сотрудником, это Андрюха. О, отлично. Бомба. Бомба. Ракета-бомба. Что ты, Васильевич, соскучился с этим движем, да? Конечно. Конечно. Новая тужурка, да? Ты что, блин, ты на работу, как на праздник, блин, Васильевич? Тужурка охоронника. Охоронника, да? Охоронника, только я поздоровлю тебе. Чтобы не видно было, да? Да. Что ты охранник объекта. Васильевич, надо будет как-то накрывать жжете нам, блин. А может, блин, пистолет, пистолет, вылетел из головы пистолет. Блин, началось вот этот движ. Ты там доработанешь. Ну, да, да, да. Так, ребята, смотрите, и тут нам тоже вообще бомба. Короче, прорисовали, где будут наши перегородки приблизительно. Мы их уже ранее отметили, я вам показывал на стенах. Тут прорисовали, и сейчас будем теперь ставить, этот, ставить кирпич будем, куда нам надо. Так, Андрюха вон на катке катается. Коньки подарить? А что, есть? А что ты не взял с собой коньки, слышишь? Сейчас бы исполнял бы, вот тут бы, этот, тройной тулуп, лупанул бы. Вот так, прорвало Васильевича, слышишь? То слова не выдавишь, то бригада ураган. Короче, что, сосед наехал, говорит, Вован, ты снимаешь, да, красивые ролики, то да сё, сосед, привет. Короче, этот, ну, я как бы не в претензиях, что наехал. Ну, то понятное дело, да, развезли грязюку, все вот эти дела, вот, развезли грязюку по улице. Да, люди жили, понятное дело, была плотно затрамбованная грунтовка, ездили машиной, всё нормально, да. Вот, естественно, манипулятором где-то что-то навернули, манипулятор, миксера своё дают. Я говорю, все вопросы решаются, собственно, с владельцем участка. Всё, первый поддончик полетел. И сейчас мы её ставим... Андрюха, там уголок, наверное. Андрюха, короче, на приёмке. Сейчас посмотрим, как он это... Навыки не подзабыл. Ли, случайно. Вот так его, Андрюха, конечно. И для рештовки места отлично. Отлично, всё, пушка. Вау! Сейчас мы его быстро ушатаем. Поехали, Вира! Так вот, сосед Вова, так и так, вот ты там мол, то сё. Я говорю, ну, давайте, сейчас не будем. Ютуб, там, красивые ролики. Вот эти все дела. Говорю, давайте, сейчас будем решать. Вы решаете с заказчиком. А я решаю уже, как будем делать дорогу. Собственно, по материалу надо порешать. Чем? Щебнём его. Или каким-то строймусором. Но строймусор тоже надо мелкий какой-то. Вот. Может, что-то, да, действительно, на ЖБИ какой-то там мелкие отходы, вот эти там, бетонные взять. Ну, в общем, надо решать эту ситуацию как-то. Ну, и, соответственно, решать её абсолютно не я должен. Потому что, ну, вы тут соседи, говорю, вы живёте, вы как-то порешайте. Мы уже с Саней примем какое-то решение. Саня скажет, давай-то там, вот, то да сё. И сделаем дорогу. Ну, не вопрос, сделаем. Ну, чтобы сделать дорогу, нам надо это всё дело согласовать со всеми. Бомба. Полетели. Чё ты, Андрюха? Катайся, катайся. Не отказывай себе в удовольствии. Ха-ха-ха. Короче, что? Вот тут такая ситуация, что наворотили, вот, что по переулку пройти невозможно. В пакетах люди ходят. Ну, это понятно. У меня такая ситуация на улице тоже была. То есть, пока я не заходился, и в этом году я не сделал, я не сделал улицу. Порешали, в общем, асфальт этот, ну, бракмассу, короче. И, в принципе, заасфальтировали, знаете, получилось цивильненько. Но у нас уже никто не строится просто на улице. Тут как бы идёт стройка. Тут тоже можно и Саню понять, ну, как бы, соседям можно и Саню понять. Человек строится. Это ж такое дело. Здесь, слава Богу, все меняемые люди. Я думаю, что-то порешается. Вот. И всё сделается. Ага. Отлично. Всё. Сейчас первые 4000 мы выгружаем. Вот. И ещё один манипулятор. Ну, два манипулятора. Две ходки, точнее, сегодня будет манипулятора. Вот такие дела. И что нам надо? И нам надо будет сейчас ещё донакрывать. Блин, Тараса нету, у него лестница есть. Накрыть, потому что сейчас тут дождей нету. Но они могут прийти. Потому что то снег, то зима, то осень называется у нас. И надо кое-где накрыть. Потому что кое-где поотлетало. Что, нормально, да? Да, всё. А что, по 1000 нормально мы сюда ставим, ты думаешь? Да, я думаю, да. Нормально, да? Вот полторуха вот сюда. Тут полтора кирпича. Но эти мы сюда выставим. Мы сейчас так же, в принципе, ставим две сюда так же, правильно? Я мыслю. Что ты молчишь, бля? Давай, излагай. Там кусок. Ну, в общем, то там, то сям. А где камера? А, вот она, ё-моё. Короче, ребята. Вот тут такие дела. Так что, ну, вот этот сосед, вот этот движ с соседями, его не должен как бы согласовывать прораб. Я со своей стороны. Он говорит, Вов, ну ты согласен? Я говорю, да я согласен. Понятное дело, как бы. И я там со своей стороны, ну, если вы договоритесь с моим заказчиком, ну, мы согласуем с ним. И я как бы дорогу сделаю. Завезем, допустим, там, смотря чем решим. Дорогу сделать. Нет, там щебнем засыпем. Возьму трактор, тут его спланируем, что надо будет. Где-то что-то может снять. Землю какую-то сразу надо будет, что-то. Ну, перед тем, как засыпать щебнем. Потому что, ну, такие колдоёбины ж появились. Что, Андрюха, холодно, не? А ты в этой куртке, в лёгкой, да? В лёгкой куртке, блин, ты что, демон, блин, вообще. Десять градусов мороза на улице, слышишь? Ты по-лёгкому. Что, так же же сам оставим? Отлично. А то, что доктор прописал. Вот так вот мы по две пачки. Сюда хлоп, хлоп, хлоп. Вот, и всё красиво. Сейчас сюда, тут в полтора кирпича будет стена. Тут вот кибитка будет. Вот такой вот, ребята, движ у нас. Ну, не сказать бы, что ролик прям-таки насыщенный какими-то технологическими моментами, лайфхаками, рекомендациями и так дальше. Но, друзья, зима, уже ж это. Кстати, сейчас готовлю тоже пару роликов интересных для вас. Андрюха, вон, пожалуйста, вам. Что, не новости? Что, сейчас будут писать Андрюха это, слышишь? А где Юра? Что, что говорить? Всё, вот так его под сеночку ставим. Всё, вот так вот. Отсекло. Что, что? Отсекло. Отсекло, да? На пределе. А, уже на падении работает, да? На пределе. На пределе? Да. А, я думал, что уже отсекло и сама начинает опускаться. Не, опустить, я могу опустить. Ага. Так, надо двигаться, надо двигаться. Сейчас Серик его быстро закидает там этим карой. Да, ну вам надо сильный ход тут не закрывать, понимаешь? Потому что это сейчас так кажется, что сильно просторно. Что, ты говоришь Андрюха? Пачку, чтоб притирку туда. Ну, туда две уже не пойдёт. Во всяком случае, если уже кидать, то кинуть вот сюда поставить. Вот этот выход. Да. Сюда через него никто не выходит. И вот тут, а? Правильно, три штуки отсюда. О, вот это решили правильно мы. Вот туда под проход, даже если останется, вот тут три штуки кинуть. Да? Просто четыре поставим. Тот, что лишний будет, мы тогда при монтаже плит уже его отсюда выкинем. Да и всё. Да лучше не хоть что остается, то на столпы хоть и туда донесать. Да, 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 да. Да, 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 да. Не, ну подожди. Мы можем один поставить вот там вот возле дома вообще. Да. Пожалуйста. Чтобы тебе на мешок ботажировать. Все карты тебе в руки. Площадки. Конечно. Да, да, да. Чтобы потом же не пришлось рук... За этим, за стеной там поставим и всё. Да, да. Разберёмся, да. Ты главное тяни в себя, потому что это не свисток. В себя, в себя. В себя, да? Ха-ха-ха-ха. Что, ты не замёрз, Василич? Да есть, блин. Ты видишь? Так давай двигаться будем, потому что я двигаюсь. Ты видишь? Отрежу. Вот этот. Занимаемся, короче, чтобы мне холодно было. Так, и вот этот. Опа. Василич, мы тебя, этот, поподсобничаем. Ты не против? Да я лучше. Вот так, оп. Хватит? Такая лучше больше, Василич. Плотненько по краям накрывай. Плотненько накрывай по краям. Я в Яру, короче, катался. И там Василич напротив... Там возле Владика недалеко дом. То весь этаж полностью промок. Полностью весь этаж промок. Ну как полностью? Понятно, что там внутри можно не полностью, но во всяком случае снаружи промокший полностью. Не-не, у нас не промок, у нас сухо. Отлично все. Что вообще, кирпич нравится тебе? Расскажи нашим зрителям. Да? Да. Ну все, слава Богу. Чтобы ты потом не сказал, что стены кривые из-за того, что кирпич плохой. Не? Не-не. Не, ну все. Сопли уже текут, конечно, крепко и у меня, и у пацанов. Ну десяточка шмалит, по-моему, мороза. Ощущается, наверное, и поболее. Короче, я вам сейчас покажу дорогу, что мы наворотили. Ну, к сожалению, к сожалению, так оно и есть. У меня тоже, у меня тоже, возле меня тоже человек строился, строил двухэтажный дом, и постоянно движ был такой. Ну, тут надо или понять, или не понять. Потому что все мы можем быть в такой ситуации, все мы можем и строиться, и все остальное. Вот так вот мы и наворотили здесь. Вот видите, все. Тут было, конечно, улица была ровненькая. Более-менее все было, оно как-то утрамбовано. Более-менее все было. Ну, естественно, естественно, осень, дожди. Да, даже не осень, даже и зимой мы заезжали, когда вот теперь была дожди. Все это дело, все это дело дало знать. Сейчас сухо, но я сам вот отсюда, смотрите. Можно соседей, конечно, понять сто процентов, но можно и меня понять. То, что я, получается, как между двух огней. О, манипулятор приехал. Сейчас еще главное, чтобы вот этот, короче, финшуй этот с камня не завалили манипулятором. Потому что будет нам горе. Потому что вы видите, какой финшуй тут с камня выложен. Бабулька нас по голове не погладит, если мы его завалим. Так. Она потом нас завалит. Поехали, поехали. О, отлично. Вот, человек второй раз заехал, уже сориентировался. Мне, честно говоря, и самому жалко зеркала, когда чухмарятся об деревья. Вот этот люк, который мы тоже раздавили, поменяли. Поменяли мы его очень быстро, оперативно, сразу же на второй день. Пока, пацаны. Блин, не видно ничего? Да, видно. Видно, да? Оп. Нормально, нормально идем. А мы время не теряем, сразу Василич накрывает то, что посрывало. Ну, ветра были, конечно, крепкие. Заворачиваем. Отлично. Отлично. Сейчас, может, как раз чуть-чуть вот эти бугры. Ну, конечно, ребята, ну, тоннаж такой постоянно заезжает. Ну, конечно, оно все и дорогу подавило. А? Да. Вот тут кинем, вовнутрь. А потом, если что, лишаковые лучше потом, когда плиты будем бросать, выкинем. Потому что что-то у меня есть сомнения, что кирпича у нас больше, чем надо сюда заехало. Не знаю, не знаю. Видишь? Оторвал змейку. Все. Сейчас вот эта чухня расстегнется, я буду до конца вечера, до конца разгрузки. Блин, а как же его так теперь... Гребаный экибастуз. Андрюха, капец. Две собачки и две собачки поломал только что на ровном месте. А теперь как ходить? Вот так? Да, вот у вторая. Это тоже пополам. Вот так ходить или что теперь, блин? Братан, вот так или что? Давай я тебя замотаю. Замотаешь пленкой? Блин, капец. Надо шнурок или что-нибудь такое. Я сейчас ремень вытяну. Не, он их двух сторон наложил. Наложил, да? Да, он наложил память тут. Не так, чтобы... Ой, блин, не хватит, блин. Ё-моё. О! Да что, хотя бы так. Хотя бы вот так вот. А что делать? Ай! Оп! Нормально? Да, да, да! Да давай так чуть-чуть назад туда его. Под газик, чтобы тут проходик был. Вот так его примерно да... Оно и там проход, и тут проход. О! О, вот так его давай и ставим. Всё! Финиш! И курточки мои финиш. Вот тут такие дела, Андрюха. Ты видишь, что нам с дорогой беда вот тут. Так, давай сейчас этот... А выезжать, Андрюха! Куда ты тянешь? Ё-моё! А то Андрюха замёрз. Так, Василич, ну что тут? Порядок? Ой, недавно заезжал, было нормально. Видимо, наверное, этим. Ветром оторвало. Завтра уже. А, он не хватает чуть-чуть. Завтра что? Плюс 15? Минус. Минус 15 завтра? Начинаем, да. Что, что? Закручиваем. Начинаем. Сейчас делаем замес. И прямо на каток отсюда, да? Ну что, друзья, будем сворачиваться. На сегодня всё. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко. Короче, с Порваным Куртяком. Он же мастер кладки, Васильевич. Андрюха сейчас этот... Юрчик сейчас там пока на отделке занимается. Андрюха сейчас включится в кладку. Ну что, будем продолжать движуху, как только нам даст погода. Когда двигаться, то оно и не холодно, конечно. Но когда зёбра, то оно как-то прохладновато. Ну а с дорогой, конечно, будем что-то думать. Потому что с заказчиком сани уже обговариваем этот момент. Вот. Главное сейчас тут не кипишевать никому, не нервничать. Все мы люди. Ну, со всеми это бывает. Не было бы страшного, не было бы большего горя. Вот. Чем немножко, конечно, грязная дорога. И чуть-чуть подпорченная. Ну, это ж такое дело. То же самое можно сказать спасибо вот этому владельцу, что удружил и продал участок человеку, который начал строиться. То есть тут можно... Тут можно, конечно, обвинять всех. Ну а так, в принципе, мы все цивилизованные люди. Все спокойно. Я как бы всех понимаю. Я и Саню заказчика понимаю. Я и соседей понимаю, естественно. Вот. И меня тоже надо понять. Потому что я, получается, как между двух огней. Ну а там, я думаю, что мы договоримся и сделаем. Ну что, друзья, на сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко. Он же мастер кладки. Подпишитесь на канал, жмякните этот гребаный колокольчик, чтобы вам приходили в дальнейшем уведомления о выходе новых, полезных роликов, естественно. Ну это такой промежуточный как бы видосик, чтобы вы понимали, что мы сейчас и чем вообще занимаемся, и какой движ. Ну вот такой вот пока движ идет. Вот. И на этот месяц, на ближайший месяц вроде бы, ну, морозы крепкие, лютые передают. Вот. Естественно, сейчас пока тут работа у нас приостановится. Мы, в принципе, и так и неплохо потрудились. Ну немножко уже подождем. И, естественно, подписывайтесь на мой инстаграм. Там тоже есть свои движушки. Вот буквально сегодня тоже сторисы. Так сказать, тоже людей ставил в известность, чем мы занимаемся. Ну и по поиску участков. Но, к сожалению, пока, ребята, пока я ничего не нахожу по участкам. Много приходит предложений. После того, как видос опубликовал Вован, приезжай, смотри и то, и сё, и третье, и десятое. Вот. И поездил, посмотрел по Полтаве. Ну, совсем не то, пальто. И пишут, как раз участок соответствует полностью всем твоим требованиям. Но на самом деле, когда приезжаю, там не то, что там, ну, практически все не соответствует. Может, людям просто пообщаться хочется. Не знаю. Но пока, пока участок... Вот с Саней как раз с заказчиком только что разговаривали. Санек говорит, мне буквально повезло. Вот. Да. Потому что в городе участок и цена адекватная. Вот. Единственный минус в том, что здесь уклон. Ну, как бы, мы когда с ним приезжали и говорили, он спрашивал, Вован, вот такой вот участок. Я говорю, ну, вот уклон, Сань. Все оно решается. Водоотведение наружное, конечно, делается. Ну, если ты, как бы, принимаешь решение для себя, что, как бы, рельеф для тебя не имеет. То есть, сложный, да, вот этот участок для тебя. Ну, как, это даже не то, что сложный. Сложный участок, это у нас дом на продажу. Вот. Там он, да. Там он сложный участок. Ну, то есть, немножечко неровный, скажем так. Ну, а так, в принципе, да. Здесь вся инфраструктура. Здесь все застроено. Возле тебя никто не увалит никакой ни ангар. Никакой, не знаю, там склад сыпучки не сделает. Здесь все застроено, друзья. Вот. Я что-то приблизительно, что-то, наверное, в этом плане склоняюсь. Но, к сожалению, пока, ну, во-первых, это и титимити приличные, когда в городе. Здесь вот, вообще, ценник адекватный. Короче говоря, вот так вот. Будем и мы искать что-то подходящее. Друзья, все. Я сейчас заканчиваю. Мы взлетаем, а я с вами прощаюсь. Всем пока. Естественно, всем желаю удачи, как всегда, и хорошего настроения. Пока! Друзья, ну вот, ни много ни мало, двенашечка. Так что, наверное, мы все-таки работу пока перенесем на более теплые денечки. Потому что сейчас вообще под двадцаточку обещают. Ну ничего, кирпичик завезли. Теперь у нас все на месте. Мы можем любой день выскочить в грязюку. Хоть в грязюку, хоть... Хоть не в грязюку. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода